Мы как ехали туда, с группой собирались, были у нас определенные планы, куда мы поедем, что мы будем делать. Много уже договаривалось и что интересно, конечно мы все молились, церковь молилась. Когда мы приехали сразу в Матоморос, и уже это было в субботу, в воскресенье поедем быстро, возьмем разрешение и поедем в Виктория, и планировали даже там еще служение провести. Но как у нас начались эти проблемы с пермитами, чтобы взять, проблема состоялась в том, что автобусы зарегистрированные на церковь, они на наше имя. И они смотрят на нашу регистрацию и говорят, кто, чей это автобус, это наша церковь, и они хотят увидеть, чтобы было имя чьего. И сразу такие были недоумения. И там было три разных, три раза мы туда приходили, и все три раза они нам по-разному рассказывали, что надо делать. Но я в чем увидел в этом, что мы надеялись, у нас были планы, что мы сделаем, как мы туда проедем. Но пришли мы к этой границе, и нам был стоп. И одна из этих женщин, мы ее расспрашиваем, что нам сделать. Она такая стоит, я не знаю. Она говорит, мы тебя спрашиваем, какое нам письмо надо написать. Она нам сказала, мы написали первый раз и пронесли. Они говорят, ну, неправильно. А как правильно? Она говорит, не знаю. Выйдите на гугл. Как выйти на гугл? Мы будем искать на гугл, как сделать вам письмо. Да. Мы вышли на гугл, нашли там 13 пунктов, что должно быть на этом письме. Должно быть наше имя, церкви, лого, что едет, как, все. Все у нас есть на письме. Показываем. Все 13 пунктов у нас здесь есть. Она смотрит. Оно не смотрится профессионально. В смысле для тебя не смотрится профессионально? У нас было 4 человека, мы уже начинаем чуть-чуть, ну, так, вроде нормально ведем себя, но начинаем чуть-чуть нервовать. Как? Ты человек, работник, и ты не знаешь, что нам надо написать. И она просто, знаете, стала как стена и стоит, так смотрит. И у нее мы сейчас спросили, есть человек, который, ну, заменить ее может быть? Кто-то выше? Нет, я здесь сам, я выше. И все. И как в стерку, ничего не можно сделать. Ну, я понял, ну, для меня лично я понял, что, знаете, мы спланировали все, и дьявол видит, что будет работа Божья сделанная, и он начал препятствовать. Он просто-напросто начал препятствовать. Мы опять поехали назад в рэп-центр, помолились, был рэп-центр, это где мы встречались в церковь, помолились, собрались с группой. И уже когда в третий раз приехали, третьи люди уже там были, опять говорят, что мы неправильно сделали. Мы с нами была семенка, я думаю, мы слышали о них с прошлого раза. Она заходит туда сразу, говорит, слава Богу, Бог нас благословит и им проповедует. И там мужик один сидел, он так смотрит через очки на нас, знаете, серьезный, она начала говорить, ты можешь нам помочь? Можешь нам помочь? Окей. И мы там два часа провозились на местку, мы делали и айдишки, и, ну, айдишки, там еще был, ну, их не работник, дали наши, их не компьютеры, принтеры. В течение двух часов мы получили эти разрешения и проехали Виктория. И, ну, знаете, я сразу для себя понял, что все-таки дьяволу не нравится, и он начинает препятствовать. Он начинает препятствовать, но когда мы начали добираться в Бог, начало идти благословение.